Всем привет! Продолжаем играть в коллабот. Итак, мы уже прошли три раздела, осталось четыре. Вот, и, 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 что и? Нужно и делать. Так, и сегодня, ну они вроде небольшие тут упражнения, но я так понимаю, здесь не так все просто. Итак, сегодня попробуем три, ну или два, сделать задание. Так, первое, это раздел моторы и миноискатель. Запрограммируйте постепенное снижение скорости, чтобы избежать мины прямо перед целью. Второе задание, с помощью радара найдите множество синих крестов. Кресты. Да, это кресты, это тюрьма какая-то. Так, и че, и че сделать? Так, этим я могу управлять? Не могу. Так, достигните финишной площадки, 25 метров. Как можно быстрее, используя инструкцию мотор. В конце движения вы должны будете постепенно снизить свою скорость, или бот подорвется на минах. Ну это я знаю, я уже наступал на нее. Так, давайте. Общий принцип. Чтобы переместиться точно на 25 метров и остановиться, вы должны двигаться первые 23 метра на полной скорости, а после этого снизить скорость на последнем отрезке длиной 2 метра. Меньше, чем раньше. Хорошо, переменная position. Так, давайте, задание переменных. Point start и float len. Давайте, запасим программу, создадим две переменные. Point start, ss, экономим буковки. Point, и float l. Так, так. Дальше, дальше нам надо, ну, сохранить стартовую позицию. Ну, ясен пень. Равно position. Ясен пень. Че там дальше? Так, и поехать. Так, while true. Окей, короче. Пишем. В хилле true. Тру. В этом хилле true мы проверяем дистанцию. Дистанцию. И туда передаем точку 1. Точка 1 это у нас s. А точка 2 это position. Вот. Вот s это наша стартовая позиция. А это текущая. И будет измерено расстояние между ними. Итак, если, если l больше равно, наверное, чем 25 минус 2. Они что, так вот написали тут. Зачем, если можно сразу больше равно 23. Ладно, если больше, то че нам надо сделать? Мотор. А, нам же надо сейчас сначала стартануть на максимальной скорости. Вот. Мотор. 1. 1. А тут надо уменьшить ее. Мотор. Ну, давайте уменьшим до 0.5. 0.5. Вот так вот. Так, так. Так, чтобы постепенно снизить скорость. Должна быть пропорциональна. Ага. Ага. Надо 25 минус len. И делим на 2. Вот так вот. То есть, если 2 метра осталось, то 1. Получается, 25 минус 20. Минус 2 будет 20. Че? 1, 1. А, ну да. Тут же 23 будет. Я понял. 25 минус 23 будет 2. Когда мы делим на 2, мы получим единичку. Это максимум. Когда же у нас будет уже расстояние 24? То у нас 1. Я понял. Ну, ладно. Значение больше. Окей. Значит, нам тут надо... Надо, 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 надо. Вот. Speed. Ой, блин. S уже есть. Ладно. S.P. S.P. Равно 25 минус L. И делим на 2. Делим на 2. После этого вот эту S.P. Сюда ставим. Так. Так. Ну, а потом оно потом, потом, потом. Давайте запустим. А, нет. Давайте сохраним. Это у нас lesson 4.1. 4.1. Сохранить. Окей. Окей. Поехали. Давай, давай, давай. Притормаживай. Притормаживай. Красавчик. Миноискатель. Теперь радар. С помощью радара найдите множество синих крестов. Бежавших зэков из крестов. Так. Хорошо. Проверять всегда. Искать крест. Если креста нет, остановить программу. Рассчитать направление кресту. Установить скорость моторов таким способом, чтобы они могли найти путь кресту. Ого. Ладно. Я так понимаю, это нам надо, надо, надо цикл в хиле. Ну, я увидел, не то, что я это понимаю, я увидел. Дальше. Инструкция. Радар будет искать синие кресты. И нам надо в переменную. Какого она типа должна быть? Обжигная. Ладно. Обжиг. Крест. Так и напишем. К. К равно радар. Как там вейпоинт. Так. Вейпоинт. Окей. Так. Дальше. Там я увидел. Была проверка. Если К равно ну. то что-то надо, что-то надо сделать. А что надо сделать? No, no. Не туда. Motor 0 и break. Ну, хорошо. Останавливаем. Типа нашего, нашего этого. Motor 0 и break. Я так понимаю, break завершит цикл. Так. Когда будет найдено, вы должны будете все это проверить согласно инструкции. Так. Остановит бесконечный цикл. Хорошо. Используйте инструкцию direction, чтобы рассчитать угол, на который должен развернуться бот. Координаты объекта задаются spot position. Следующие строки устанавливают угол необходимого поворота. Ладно. Ладно. Нам надо вторую перемену. Dir. Она, по-моему, обычного флот типа. Так. Dir равно direction. Дирекшин. Крест. Позишн. Так. Так. После этого, я полагаю, надо терн сделать. Повернуться к ентому. К ентому. К ентому. Блин. Так. Spot position. Так. Значение угла положительное. Если синий крест расположен слева. А. Тут еще надо моторами управлять. О, нано че. Ну, это я догадался. Значить. В соответствии с углом нужно нам задать. Блин, а есть же функция go to, которая непосредственно это, как бы, указывает, куда ехать. Давайте go to использовать. Что за бред, блин. go to kk.position Давайте попробуем. Ну и все, делов-то. Не, ну это не честно. Надо нам этими моторами научиться управлять. Сейчас мы это сделаем, конечно же. Ну, блин, go to решает куча проблем. Не надо этих ифов. Не знаю. Миссия пройдена. Хорошо, но я же не... Ладно. Так, давайте все-таки на этих ифах забасаем. Блин, а надо ли? Радар. Надо ли, не надо? Ну, давайте попробуем. Давайте сохраним ее, нашу эту программу. 4, 2. Вот. И попробуем это с этим. Так, направленная скорость 1. Так, это... График внизу, отображая скорость левого, в левой стороне и право в соответствии с углом. Ну, хорошо, что-то я... Едем сюда. А, вот же она показана. Едем... Прямо. 1, 1. Едем сюда. 0, 5, 1. Едем сюда. 1, 0, 5. Ага. Так, если грязь расположен прямо впереди, угол равен нуля, то мотор будет работать 1, 1. Понятно. Если грязь сзади, правый, но бот развернется. Ага. Поворачивает. А есть ли другие? Или тут-то специально так расположены? Ладно, давайте, кстати, комментировать. Можно? О, можно. Так, если... Что там? Если, если, если... Дир меньше нуля... Если д меньше нуля, то... ЛЗ... То что у нас там? Нам там надо мотор 1 и 1 плюс дир разъединить 90. Хм-хм. То мотор... Мотор... Мотор, мотор... 1, 1, 1, да, там же было, да, 1 плюс 90 дир... Разделить на 1. Так, 1 плюс 90 разделить на D. И чё? А тут, я так понимаю, в обратную сторону? Мотор. 1 плюс 90 разделить на D. Но вот так вот. Или как? Или как? Или как? Или как? Минус. Ну тут же минусы. Какая-то фигня. Блин, go to нормально. Работа. Деление анально-забречно. Сюда ты что? А где тут 0? D. Ааа... Не, а если D... Ну, а чё там нож вдруг оказалось? Ааа... Дирекшн, наверное. Дир разделить на 90. Блин, D разделить на 90. Так, короче. Не получится. Блин, go to нормально работает. Так, окей. эй-эй друг стоп-стоп круто он едет о чем постоянно так нет не но я так подозреваем и таким образом там миссию конечно выполним while if-if-if ему постоянно мотор да ладно нормально так чё тут но инструкции если его двигаемся не так это и остановила так вайл и нашли если нашли то надо к нему ехать правильно правильно и минуту вот мы вычитали направление ну и повернули и надо к нему как-то ехать но здесь получается надо еще высчитывать расстояние вот есть расстояние будет равно нулю так так но я этим заниматься не хочу вот 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 поэтому давай перейдем к следующему да тут можно наверно высчитать расстояние вот так все так вот нормально работает давайте еще раз запустим а кстати блин начат в экзамен под лицах ну тоже самое и он вот это едет и тупит постоянно ну зачем зачем такое надо это надо расстояние высчитывать если расстояние меньше нуля точнее равно нулю мы приехали то только тогда опять производить пересчет вот и тогда все будет хорошо атакам постоянно он тупит ну гауту да тут постоянно вызывается тут гауту надо пах походу один раз задать и все вот вот ну ладно блин уже 16 минут отлично миссии выполнена то я знаю что она выполнена сумасшедший бот с помощью радара наведите порядок в том что оставил после себя сумасшедший бота лучше вас сжечь давайте попробуем глянуть что это за миссия успеем не успеем так сумасшедший бот блин это тренировочный воспалить не получится так в этом упражнении сумасшедший бот размещать на земле много синих крестов чтобы найти их вы можете повторно использовать в программу написанную предыдущем упражнение это продемонстрирует вам гибкость этой программы она может быть приспособлена к любому окружению не ждите слишком долго так а блин там наверно на было чего нет включать хорошо хорошо давайте откроем я ее как раз как это они сохранил давайте запустим чем и тут чего мы тут научились да в этой вот в этом уроке что ты такое говоришь так в этом уроке мы научились тому что можно использовать еще и предыдущая программа но мы об этом и так знали перейти место занята и что давайте заново мы долго думали я долго думал давайте попробуем заново выполнить сумасшедший бот эй ну и еще давайте еще раз запустим программу просто надо перезапустить и все пусть этот бот ездит жалко нету стрелка сейчас бы воспалили этого бота начальство сказали бы ну блин вышел из строя там прилетел метеорит там не знаю и все но среди чем творит куда он едет ну зачем он это делает давай давай дальше кстати когда миссия будет закончена с учета я не понимаю добавить не тупи место занято я так понимаю когда мы типа направляем go to а там уже кто то есть то вот вылазит вот такое сообщение до места занята сколько у него батареи в этого бота он будет садиться или нет где он блин я наверно остановлю запись пока этот вот не сядет так и я сяду вместе с ним у нас примерно одинаковый уровень батареи ладно сейчас остановлю запись до миссия выполнена они ездили ездили но но в результате все у меня получилось так ладно а на сегодня я думаю все вот следующем видео мы разберем вот эти два задания терпеливый охотник то будьте достаточно терпеливы и не израсходуйте все свои боеприпасы и тень следуйте заботам как будто вы его тень а вот это интересно следование за объектом ну а дальше дальше в принципе не так уж и много осталось вот когда это все пройдем то я думаю можно приступить какой-то миссии вот ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем и всем пока